Петр Гава, и мне сегодня хотелось бы вам представить терапевтическое направление, которое обычно называют краниальной или краниосакральной биодинамикой. И я подозреваю, что среди психологов об этом направлении очень мало чего известно, и я сам в этом подходе работаю больше уже, чем 12 лет. Некоторое количество лет назад я даже осмелился начать преподавать его. И вы знаете, я на протяжении этих 12 лет, без преувеличения, практически каждый день спрашиваю себя и задаюсь одним вопросом. Каким образом, не побоясь пафоса, столь глубинная, столь в каком-то смысле бездонная и универсальная парадигма терапевтическая оказывается практически неизвестной в нашем культуральном поле? и почему даже люди, которые что-то знают про это, как правило, воспринимают ее как нечто такое экзотическое, маргинальное скорее? И отвечая на этот вопрос, я пришел к тому, что, к сожалению, биодинамика родилась в том, что можно назвать естественно научной парадигмой, она родилась как некое медицинское, скорее, ответвление терапии, остеопатическое ответвление терапии. И, к сожалению, ей как будто не хватает того, что можно назвать некой общей философской проработанности смыслов и некого постоянного обновления концептов, с помощью которых она себя описывает. и для меня это, знаете, как будто сейчас станет понятно, о чем я говорю, но как бы существует, как и в любой парадигме, в любом подходе, существуют некие феномены, с которым та или иная практика имеет дело. И в биодинамике такое ощущение, что как будто есть некое предположение, что сами феномены, описание этих феноменов, они уже несут в себе определенные достаточные смыслы, и вот этой какой-то метафилософской рефлексии о том, что вообще, что значит в феноменологическом, субъективном опыте для меня, для моего клиента то, что происходит, этого как будто не случается. И я вот в последнее время как-то пытаюсь таким образом рефлексировать и пытаюсь, не знаю, пишу какие-то, начал писать некоторые статьи на эту тему и, как мне кажется, пытаюсь заполнить вот эту предположительно существующую лагуну. Вот, и то, с чего бы я хотел начать, еще небольшая такая волна каких-то вступительных слов, это касается того факта, что, я не знаю, мне кажется, что большинство современных подходов и тот же самый кештальт, не знаю, экзистенциальная терапия и многие-многие другие, я просто не хочу здесь сейчас перечислять, так или иначе оперируют понятиями целостности. И понятиями, в том числе целостности и, не знаю, вообще экзистенциальная философия и психология оперируют понятием связанности как некой функции целостности. Вот, но опять-таки без, поймите меня неправильно, но как бы без какого-то лишнего пафоса, но вот мое ощущение человека, который был в разных терапиях, какие-то подходы сам изучал, и, в принципе, осведомлен о том, что происходит на соседних территориях, у меня есть ощущение, что до сих пор мне не доводилось встречать ни одной практики, ни одного подхода, которые столь бы тотально были центрированы относительно того, что можно назвать прочувственно проживаемого качества целостности. И, что самое главное, разработали бы необходимую чувствительность для развлечения большой вариативности оттенков целостности, соотнесли бы с ней то, что можно назвать вектора движения процесса, то есть развернули бы движение процесса относительно приращения или, например, наоборот, провалы целостности и, соответственно, создали бы некую смысловую ткань подхода, основанного на прочувственно проживаемом концепте или прочувственно проживаемом ощущении. Вот, и я на самом деле достаточно долго думал, с чего начать и как привести вас внутрь темы биодинамики, потому что я как будто достаточно неплохо умею об этом рассуждать в формате трехгодичного цикла, но в течение 40 минут как будто это практически такая немножко нерешаемая проблема. Но, одним словом, я когда пытался подумать, как представить вот эту вот дисциплину, эту практику, а потом уже немножко поговорить о том, что такое целостность, что такое связанность, что такое отношения и как они выстраиваются, и как это вообще может быть применимо даже не в биодинамике, а в тех областях, в которых каждый из вас работает и принимает клиентов. Вот, я в конце концов остановился на таком очень классическом типе представления. То есть я сейчас вам расскажу немножко про историю возникновения этого метода, но постараюсь развернуть этот рассказ не просто вокруг каких-то фактов, вот, а как раз вокруг того, о чем мы здесь собрались поговорить, вокруг концепта целостности, вокруг того, что дает эта целостность, вокруг того, что такое связанность и, ну, в общем, вот эти вот все темы. Я постараюсь уже начать немножко, как бы, вводить в наш дискурс с момента самого представления этой биодинамики. Вот, и, значит, биодинамика, можно сказать, что родилась в семье остеопатов. Вот, причем она родилась в семье остеопатов, самых первых остеопатов. Можно сказать, что это были отцы-основатели. Вот, и если брать саму остеопатию как науку, как метод, вот, то она сразу же заговорила о целостности. И мне кажется, что это немножко другое понимание целостности, чем современной биодинамикой, чем я его понимаю сейчас. Но, как бы, едва родившись, она сказала следующее. Сейчас это не очень ново слышится, потому что все эти вещи, они уже находятся в нашем культуральном поле. Но она сказала следующее, что человеческий организм – это единое целое, что невозможно лечить симптом в отрыве от интенций, в отрыве от проблем всего целого. Она сказала, что структура и функция представляют собой взаимообращающиеся феномены и представляют собой некое единое поле. И, не знаю, она говорила также, что необходимо найти здоровье в пациенте. И сказала это очень красивой фразой. Доктор Стил говорил, что найдите в пациенте здоровье, болезнь может найти каждый дурак. И в какой-то момент это все вообще середина XIX века, Америка. А в начале века появляется очень молодой американский остеопат по имени Уильям Сазерленд. И он начинает изучать череп и составляющие его кости, предположив, что считавшийся в те годы монолитным образованием череп имеет определенную тонкую внутреннюю динамику и на уровне того, что можно назвать микродвижением костей черепа. И его начальной точкой было предположение, что в костях черепа есть минимальное движение. И он начал пробовать его чувствовать. И действительно через какое-то небольшое количество времени он обнаружил, что существует некий ритмический паттерн движения у костей черепа, у черепа в целом. И он даже соотнес определенные клинические проявления у своих пациентов, предположим, с нарушениями этого паттерна. Далее он обнаружил, что такого же типа ритмическое движение существует в крестцовой кости. Дальше он создал представление о черепе, о крестце, как о единой системе, латинизированно назвав ее крайнеросакральной системой. И дальше он понял, что этот ритм можно услышать в любой части человеческого тела. Но в конце концов это не так важно. Важно то, что сам этот ритм представляет собой достаточно загадочный феномен. И, с одной стороны, принято говорить о вот этом крайнеросакральном ритме как о чем-то очень тонком, почти незаметном. С другой стороны, для того, чтобы его почувствовать, как будто необходимо, казалось бы, если речь идет о чем-то очень тонком, о чем-то, что находится непосредственно вот в таком своем еле заметном проявлении, как будто я все свое внимание должен, не знаю, если я дотрагиваюсь кончиками пальца до черепа, обратить внутрь своих пальцев, разместить его на кончиках пальцев, это внимание. И тогда я буду способен обнаружить вот небольшое незначительное движение. Но с этим ритмом оказалось все совершенно по-другому. Вот. И как только вы начинаете возвращаться к переживанию себя в вашей максимально телесной, максимально покруженной вот в настоящий момент форме, из этого состояния вы начинаете немножко расширять свое внимание таким образом, чтобы изучаемый вот пальпируемый череп оказался как будто немножко на периферии вашего внимания. Вот. Вы его видите немножко боковым зрением, вы скорее учитываете его, чем смотрите на него фронтально. Вот. В этот самый момент у вас возникает ощущение, что структура черепа начинает под руками создавать такие странные движения, как будто он начинает на несколько секунд расширяться, как будто делает вдох, потом он делает на следующие там 3-4-5 секунд, делает выдох, как будто начинает вместе сужаться. И вот этот вот момент, в который Сазерленд обнаружил первый из достаточно большого количества числа ритмов, для меня имеет абсолютное ключевое значение вообще в формировании всего метода и всей современной парадигмы, в которой я работаю. И для меня значение этого события в следующем, что в абсолютно линейную, стоящую, можно сказать, на неком ортодоксальном объективизме систему врач-пациент впервые была введена идея создания некого общего поля, внутри которого возникают совершенно нелинейные субъект-объектные отношения. То есть те слои функционирования, которые начинает показывать система, являются ответом системы на определенный тип организации внимания со стороны терапевта. Для медицины, даже остеопатической медицины того времени, это была практически революция. И дальше Сазерленд пытается осмыслить, каким образом и откуда возникает это движение, каким образом оно передается по всей системе, на крестец, на все остальные части человеческого тела. Но еще достаточно сильна инерция в его сознании, и в этот момент он в основном предлагает достаточно механистические модели, такие похожие немножко на описание часовых механизмов. И вообще, если сказать буквально одно слово про самого Сазерленда, мне кажется, что это какая-то выдающаяся была личность, которая не прекращает меня восхищать. И если я беру какие-то другие личности в истории человечества, то мне кажется, что есть некая аналогия с, не знаю, говорят, что последним человеком Возрождения, с Веденборгом, отчасти с Юнгом. И вот эта аналогия заключается в том, что очень молодым человеком Сазерленд делает некое достаточно существенное прорывное открытие. И дальше ему требуется 30 или 40 лет для того, чтобы пытаться понять, что, собственно, он открыл, и попытаться сначала в старой системе координат каким-то образом расположить это открытие. И дальше за эти 30-40 лет понять, что старая модель, старая картина мира, старое видение, оно принципиально не работает. И с его помощью невозможно описать то, с чем судьба повелела столкнуться ему, и дальше происходит нечто, что можно назвать внутренним инсайтом, внутренним переворотом, и отлетает вся старая картина мира, и человек перерождается в что-то очень-очень новое. Он действительно оказывается в центре своего субъективного опыта и перестает бояться говорить изнутри своего опыта, в каком-то смысле называть вещи своими именами без привлечения такого сухого и кастрирующего научного языка. Но если продолжить историю самого Сазерленда, то дальше произошло следующее. Он в какое-то количество лет исследовал это явление, описывал его, размышлял над ним, а дальше он спонтанно понял или спонтанно оказался на встрече со следующим ритмическим явлением, которое присутствует у нас в теле. Мы сейчас в каниальной биодинамике называем его средним приливом. И здесь как будто начинается все самое интересное. Этот средний прилив – это не просто более медленный ритм. он отличается по своей глубинной сути. То есть когда мне впервые удалось синхронизироваться со средним приливом, я на самом деле, прошло с тех пор уже 13 лет, я помню этот момент, этот день. И я могу сказать, что это был, наверное, первый раз, когда я действительно как будто перешагнул какую-то черту, которая разделяет нечто, что можно назвать вот этим вот, ну как бы таким привычным субъект-объектным миром. В каком-то смысле можно его назвать обычным миром. Как будто я переступил некую черту, и впервые я столкнулся с тем, что такое действительно прочувственно проживаемая целостность. Внутренне это переживалось, если брать метафору, то может быть как открытие какого-то дополнительного измерения или какой-то такой определенный шифт, сдвиг вообще в том, что можно назвать вот прочувственно проживаемая картина мира. И я сейчас, когда готовился к этому выступлению, я подумал, что я сейчас попробую вам немножко то, что мы на своем жаргоне называем раздать, чуть-чуть протранслировать вот из как бы из сердца своего опыта, как выглядит эта встреча с целостностью, на примере такой, ну некой воображаемой, может быть, сессии, которая могла бы развернуться здесь у меня в комнате, в комнате у меня в студии, в кабинете. Вот, а вы попробуйте чуть-чуть настроиться на меня и чуть-чуть вот как бы так больше не вниманием слушателя, а так скорее своей сутью, своим сердцем последить, куда можно прийти, если попробовать вот последовать за моим описанием. Попробуйте представить следующее, что вы находитесь в каком-то месте, это, не знаю, это ваш кабинет, или это какой-то кабинет вашей мечты, где достаточно пространства, где достаточно тихо. Вот, и вполне возможно, вы никогда не принимаете клиентов на массажном столе, на кушетке, но в данном случае предположите, что другой человек находится, предположим, там в метре или в полутора от вас, очень удобно лежащим, у него под головой находится подушка, он накрыт удобной шалью или пледиком. Вот, и вы просто сидите на расстоянии полутора метров от него. И дальше вы начинаете делать следующее. Вы делаете то, что мы называем как бы первой фазой организации внимания, вы делаете расширение, которое не является насильственным насилием над своим вниманием, вы ничего не расширяете через некое действие. Расширение – это такое очень открытое приглашение тому, что существует прямо здесь и прямо сейчас, внутри вашего проживаемого вами мира, а также то, что находится где-то рядом. То есть это не совсем бессознательное, это нечто, что находится как будто в принципе в доступном поле вашего восприятия, но именно из-за какой-то такой очень узкой ориентации внимания оно оказывается как бы выключенным. Вот, или, не знаю, или оно маркировано, предположим, тем, что это что-то раздражающее, и ради, не знаю, экологичности среды сессии оно вытесняется. Вот, и расширение – это как раз очень открытое предложение без какой-либо цензуры, без какой-либо фильтрации, прийти к всему тому, что есть прямо сейчас для меня. Вот, и, не знаю, это и ощущение тела, это ощущение объема комнаты, в которой я нахожусь, это ощущение, это мои мысли, это мои чувства, это мое ощущение от себя, вот это бытие сейчас. И какое-то количество времени вы в этом находитесь. И дальше, когда, не знаю, условно ваш мир наполнился, все те, кто были в каком-то условном предбаннике или вестибюле, они вошли в ваш мир, они заняли свои места, вы делаете следующее очень интересное действие или недействие. Мы его называем выравниваемым, кто-то его называет дофокусировкой. То есть вы предлагаете всем зашедшим занять единое равное положение от центра восприятия, от вашего центра, который вы называете «я воспринимающий». Вот, и когда это происходит, вы убеждаетесь, что, предположим, как будто, не знаю, там, мои телесные ощущения, контакт моих бедер со стулом, они как будто ни дальше, ни ближе находятся от меня, чем, не знаю, звуки внешнего мира. Мир выравнивается по отношению к вот этому вот проживающему его субъекту. И, не знаю, если уж мы находимся на конференции гештальтистов, то как будто мы даем очень большое количество внимания фону таким образом, что в этом фоне, в этом бассейне фона все фигуры начинают всплывать и начинают свободно плавать на поверхности. Вот, а дальше я делаю еще одно, это можно назвать «дефокусировкой», иногда это так называют. Вот, а дальше я делаю еще одно, одну фазу реорганизации своего внимания. Я пытаюсь, пытаюсь, не то слово, простите, я как будто обращаю внимание на возможность появления еще одного фона за этим фоном. Это как будто мы его называем сдвигом. Вот, и это сдвиг, вопрос, куда это все сдвигается? Это сдвигается в некое очень актуализированное переживание настоящего. Вот это какая-то возникает такое, можно его назвать наивным, а можно его назвать очень острым переживанием вот самой сути вот этого вот, где вот этой таинственной реальности, где это все происходит. Вот, и вот это вот является определенным типом начальных настроек, из которых то, как я организую сессию, то, как я встречаю своего клиента, то, какое пространство я для него, для встречи с ним организую. И дальше я уже из этого состояния, я как будто обращаю к нему свое внимание. Вот, и дальше я организую очень мягкий контакт, ставлю руки не специфически, не важно куда, на любую часть тела. Вот, и то, что происходит дальше, оно очень интересно выглядит. То есть первое, что я ощущаю, это определенную твердость, естественно, от тела. Я чувствую то, что остеопаты называют нескомпенсированным натяжением тела, некой такой анатомией, то есть я чувствую тело. Вот, но дальше, если система обладает большим количеством ресурсов, вот, то происходит очень интересная вещь. Через какое-то время я как будто начинаю терять ощущение анатомии, и у меня возникает переживание целостной, единой, скорее жидкостной, жидкостного некого матрикса, некой объемной почти капли, которая находится, с одной стороны, она как бы находится рядом со мной, под руками у меня, а с другой стороны, если я широко держу свое внимание, это является, как я уже сказал, необходимым требованием, вообще того, чтобы это все произошло, я понимаю, что я образую со своим клиентом нечто, что можно назвать вообще объединенным полем функций, некий тип объединенности внутри качества целостности, внутри качества жидкостности. Вот. И дальше, то есть то, что было замечено с Азерлендом и его там ближайшими учениками, это то, что если вот это вот событие случилось, мы его называем сдвигом к целостности или холистическим сдвигом, то после этого система клиентов возникает некий феномен, который можно назвать поляризацией, то есть все, что может быть целым, оно остается целым, таким, каким я вам описал, вот, но именно разумность, именно та разумность, которая исходит из качества целого, оно начинает подсвечивать некие, не сказать участки, но некие содержания внутри этой системы, которые как будто отчуждены, они как будто фрагментированы, они как будто не являются частью этого целого, они как будто как несмачиваемые капли масла внутри жидкой воды, они образуют какую-то границу между вот этим вот пространством. Вот, и это как раз и есть те приоритеты, те паттерны, с которыми целое готово в данный момент поработать. Мы говорим про то, что существует некий врожденный план, врожденный, то есть внутренне присущий целостной системе, врожденный план, ее исцеление, врожденный план лечения. Вот, и вот это вот представляет собой нечто, что можно назвать такую принципиальную парадигму биодинамики. Вот, и если попробовать подытожить все, что было сказано выше, то образуется следующая картина, что сейчас секундочку какая-то. Вышел, Петр? Вообще странное объявление, да, вот это, что залы будут закрыты, хотя тут целая линейка, мне кажется, это какая-то техническая... Видимо, Сереж, наверное, техническая что-то делает, чтобы потом следующие начались договоры. Я думаю. Так, все исчезло. Угу.